Откуда берется шум? В первую очередь, конечно же, этот вопрос интересует электрогитаристов, особенно тех, которые занимаются записью. Но поскольку не все в курсе, что это за шум, чем он вызван и как от него избавиться, давайте сегодня об этом и поговорим. Этот гул, наверное, самый известный в мире. В зависимости от настройки вашей аппаратуры, он может быть достаточно громким и мешать полезному сигналу. Обычно фон в 50-60 Гц вызывается усилителями и другими электроприборами, соединенными вместе, но с разными потенциалами заземления, либо его полного отсутствия. Заземление через дополнительный контакт силовых кабелей и экранов аудиокабелей создает большую петлю, которая работает как антенна для любых электромагнитных помех. Самой большой помехой в этом случае является гудение сети электропитания с частотой 50 или 60 Гц в зависимости, в какой стране вы находитесь. Лучший способ этого избежать – наладка заземления всей имеющейся аппаратуры. Но поскольку в большинстве случаев в нашей стране это практически сделать нереально, то прибегать к разным хитростям. Например, использование развязывающего трансформатора, который отделит земли устройств, Гул и жужжание. Обычно такой фон создают большие, плохо экранированные трансформаторные блоки питания, которые создают электромагнитное излучение. В зависимости от размера трансформатора гул может меняться. Для того, чтобы от него избавиться, используйте качественные источники питания и держите аудиокабели подальше от них. И даже те трансформаторы, которые находятся в ваших усилителях, тоже создают ЭМИ. Поэтому не стоит класть на них примочки. Гул и писк создают современные и особенно неподготовленные для использования в аудиоаппаратуре импульсные источники питания. Они генерируют достаточно сильный гул и писк. В них используются малых размеров трансформаторы и из-за этого частота шума выше. Правила те же. Используйте качественные источники питания. Фон звукоснимателей. Гитарный звукосниматель и темброблок гитары тоже являются источниками фона. Точнее, они улавливают наводки. Эти наводки носят непостоянный характер и могут меняться от места вашего положения в студии или других помещениях. Наводки можно получить от усилителя, источников освещения, трансформаторов, диммерных схем, от монитора компьютера, холодильника и много чего другого. Все, что можно тут посоветовать, это держаться подальше от этих источников излучения и использование экранированных проводов в темброблоке. Ну или же экранировка самого темброблока. Тут, конечно, есть и хитрости. Которые даже синглу помогут меньше шуметь, намного меньше. Например, использование пустышки. Это еще одна катушка, имеющая такие же характеристики, как и ваш датчик, но не подключенная к сигнальному тракту. Она реально творит чудеса. С ее помощью можно избавиться практически от всех шумов, присущих синглу. Белый шум. Я думаю, все знакомы с этим шипением, которое доносится из динамиков. И этому может быть масса причин. Например, педалборд вашей мечты. С каждой добавленной педалью, количество шума будет возрастать. И особенно это зависит от того, какой байпас используется в педалях. Если в вашем педалборде используются педали как с активным, так и с холодным байпасом, то их можно развязать также, используя трансформатор. Ламповый хайденовый усилитель тоже будет шуметь. Иногда это, конечно, происходит из-за неисправных ламп, замена которых может поспособствовать улучшению ситуации. Легкое по ним постукивание может выявить неисправные. Шум будет усиливаться, появляться микрофонный эффект, потрескивание и прочий визг. Шум также будет появляться и от источников Wi-Fi, и от телефонных переговоров и подобных вещей. Плохого блока питания и либо плохо, или вообще не заэкранированных кабелей. И если белый шум достаточно ощутимый, значит источником является сумма различных факторов. Гул флуоресцентных ламп. Тут особенно сказать нечего, используйте хорошо экранированные провода, а лучше замените лампы на более новые. Также гул бывает и от светодиодных ламп. Не располагайте звуковое оборудование рядом со светодиодным освещением, так как их питают дешевые импульсные блоки питания. А как мы рассматривали выше, они дают достаточно высокий уровень шума. Если ваше оборудование находится рядом со световыми эффектами, построенных на светодиодах, то шум может иметь ритмичный характер в ритм появляющихся огней. Ну и опять-таки на помощь к вам придут хорошо экранированные провода, которые лежат подальше от источников питания и трансформаторная развязка. Несомненно, поможет и правильная коммутация силовой и звуковой части. Хлопки. Иногда при включении педали могут раздаваться громкие хлопки. Причиной этому служит постоянное напряжение, которое попадает в цепь во время нажатия кнопки включения педали с трубой паса. Решением этого вопроса может быть модификация педалей или использование внешнего DC-фильтра. Треск. Причиной треска обычно являются старые изношенные потенциометры. Тут поможет только их замена, а временной мерой может быть смазка. Урчание. К сожалению, тут не помогут ни самые крутые источники питания, ни экранированные провода и даже трансформаторная развязка тут, увы, бессильно.